И ещё одно, от чего уже отказался Трамп, это Оскар. Он не будет смотреть сегодняшнюю трансляцию вручения главной американской кинонаграды. Критики говорят, во время сегодняшней церемонии имя Трампа обязательно прозвучит. О том, почему кинопремия в этом году запомнится вовсе не благодаря фильмам из Лос-Анджелеса Дмитрия Нопченко. Казалось бы, всё как всегда. Да, готовят красную дорожку, телевизионщики расставляют камеры и свет. Церемония каждый раз была похожа на прошлогоднюю, словно нисходящей со сцены Бродвейский мюзикл, где знакома каждая нота. Но в этот раз в нём неожиданно появилась новая сюжетная линия – протесты. Те, кто боится депортаций, и те, кто против строительства стены, люди, которые до сих пор не смирились с проигрышем Хиллари. И те, кому просто не нравится Трамп, все они выходят на улицы. Лос-Анджелес каждый день бурлит. И пресса всю неделю писала даже не столько о фильмах и номинантах, сколько о событиях вокруг церемонии. Оскар сейчас неожиданно стал лакмусовой бумажкой настроений, причём настроений протестных. И не прислушаться к этим громким заявлениям невозможно, ведь делают их люди мега знаменитые. Люди, с которыми здесь, в Соединённых Штатах, принято считаться. Звёздные фамилии, узнаваемые лица. Чтобы киношники протестовали накануне «Оскара», такое бывало. К примеру, как-то сценаристы объявили забастовку. Мол, и платят им мало, и все лавры достаются актёрам. А вот политических протестов на «Оскаровской неделе» никто не припомнит. Но Голливуд, наверное, пойти ещё дальше и вынести их на экран. Кино всегда отражает то, что происходит в обществе. Не только политику, но и всё остальное. И вещи, о которых мы часто говорим сейчас, негативное отношение к тем, кто в меньшинстве, осуждение людей. Всё это должно быть на экране, потому что это и есть жизнь. Актёры признаются, уже сейчас, в разработке сценарии фильмов и о стене Трампа, и о мигрантах, фабрика грёз становится фабрикой реальности. Не зря один из главных претендентов на «Оскар» этого года – вот эта документалка. «Огни в море». История о нелегалах, которые пытаются добраться до Италии. История глазами 12-летнего мальчишки, снимая которую режиссёр год прожил на острове Лампедуза. Теперь он говорит, готов провести столько же на мексиканской границе. Ведь тот, кто первым снимет драму о мигрантах, гарантирует себе заветную статуэтку. Америка всегда была свободной страной, страной мигрантов. И я задаю вопрос, задаю его каждому, что случилось с Америкой. И как быть сейчас, когда строятся границы и стены, и ответ захотят услышать многие. Нынешние номинанты уверены. Рецепт успеха в Берлине и Венеции – снимать о том, что у всех на слуху, похоже, становится актуальным и для Лос-Энджелеса. Оскаровский комитет всегда декларировал, он вне политики. Мол, в кино, в Голливуде нет цензуры. Но сейчас, на сломе политических эпох, многие признаются, за 8 лет Обамы американское кино изменилось. И очень. Вот только вспомните последние голливудские фильмы. Мусульмане перестали быть плохими парнями, отрицательными героями. По сценарию, скорее инопланетяне на Америку нападут, чем ИГИЛ. Тема исламского терроризма не существовала в официальной риторике Белого дома, а значит, не было ее и на экране. Теперь стоит ждать мелодрам о мигрантах. Но мода на политику продержится в Голливуде максимум год, а дальше страна захочет хэппи-энда. Люди хотят убежать от этого бесконечного негатива. Есть только один способ это сделать. Романтические фильмы, которые позволяют нам спрятаться от реальности, вспомнить времена, когда мы все были молодыми. И эти фильмы станут брать Оскары. Но пока это лишь прогнозы, а в финальные дни перед церемонией в ленивом солнечном Лос-Анджелесе снова были протесты. Из Калифорнии. Дмитрий Анопченко. Американское бюро телеканала Интер.